Доброе утро! На 12-м канале Час новостей в студии Валентина Шемякина. И вот о чем мы сегодня расскажем. Рабочие приступили к восстановлению дорог, пострадавших от паводка на севере области. Расскажем, какие трассы ждут реконструкции. Внеплановые отключения. Десятки домов остались без воды. Почему? Любовь к скорости передалась генетически. Подростка поймали за рулем байка его мамы. Знает ли Амичка о приключениях сына? Лечат ДЦП с помощью нейросетей. У меня у дочери речь очень сильно толкнулась. Она начала лучше говорить. Покажем уникальную и, главное, бесплатную методику от омских специалистов. И, похоже, нашли замену ведущему игроку в авангарде пополнения. На севере Омской области приступили к восстановлению дорог, пострадавших от весеннего паводка. Всего привести в порядок предстоит около 100 километров полотна. Уже ведутся земляные работы и закупка материалов. На эти цели выделено 126 миллионов рублей. Бригады отремонтируют дороги регионального, межмуниципального и местного значения, а также улицы в селе Устешим. Ежедневно на участках задействовано 11 единиц спецтехники. Кроме того, по поручению губернатора Виталия Хаценко, из резервного фонда правительства Омской области направлены 4,5 миллиона рублей. На поддержку предпринимателей субсидию могут получить бизнесмены, пострадавшие от паводка. Средства предназначены для ремонта помещений и оборудования. Сегодня жители Центрального округа на весь день останутся без воды, как холодной, так и горячей. Отключение вынуждено и необходимо для проведения инженерных работ. Водоснабжение будет полностью приостановлено с 10 утра до 8 часов вечера в домах по улице Ермака, Бульварной, Куйбышва и Третьей линии. Машину с питьевой водой установят по адресу Бульварной, 11. Отмечу, воды не будет как в жилых многоэтажках, так и административных зданиях. Пьяный школьник разъезжал по деревне за рулем мотоцикла своей матери. Мальчика задержали сотрудники госавтоинспекции. Выяснилось, парню недавно исполнилось 17. Мама о его приключениях знает и сама дала сыну покататься. Правоохранители вызвали ее на место остановки. Сюрпризом для женщины не стало даже то, что ребенок пьян. Все правильно? Да. 618 миллиграмм на литр. Это означает, что у вас в состоянии алкогольного опьянения. В отношении юного нарушителя возбуждено административное делопроизводство. Ему грозит до 15 суток ареста или штраф 30 тысяч рублей. Впрочем, денежного наказания семье не избежать. Еще 30 тысяч придется заплатить матери за передачу управления мотоциклом. Отмечу, транспорт изъяли и отвезли на специализированную стоянку. На поддержку малого и среднего бизнеса в Омской области направят около 9 миллиардов рублей. Деньги пойдут на выдачу льготных кредитов, микрозаймов и оборудования в лизинг для предпринимателей. Такими субсидиями уже воспользовались более 500 предприятий. Большинство из них стали поставщиками закупок крупных государственных компаний. Чтобы поучаствовать в госпрограммах, нужно подать заявку через специальные сервисы цифровой платформы MSP.RF. А я отмечу, 9 миллиардов наш регион получил по президентскому нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». «Шаг в космос» в Омске реализуется программа для особенных детей. Проект стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Благодаря этому бесплатную реабилитацию прошли более 100 ребят с диагнозом ДЦП. Дети погружаются в виртуальную реальность, работают с дефектологами и нейропсихологами. О космических тренажерах расскажет Анна Лукинец. Вот так ловко восьмилетний Артем проходит по тоннелю, словно по бушующему морю. И это все не ради развлечений. Тренажер помогает укрепить мышцы ног и улучшить координацию движений. Теперь на одной ножке. На одной ножке. Здорово. Артем – настоящий борец. У мальчика диагностировано злокачественное новообразование. Сейчас в ремиссии, но тяжелое лечение дает о себе знать. На этом современном аппарате проходит реабилитацию. Его разработали в Центре авиакосмической медицины. Две пневмокамеры сделаны в форме обуви. Они воздействуют на стопы пациента, моделируя ходьбу и даже бег. Ну а для достижения максимального эффекта дети во время процедуры погружаются в адаптивную виртуальную реальность. С помощью VR-шлема имутируется движение вперед. Это также помогает формировать внутренние представления о направлении и скорости перемещения в пространстве. Занятие Артем посещает с удовольствием. Там сзади моя качеля, на ней можно покататься. Там гамак, на нем можно подлежать. В этом центре занимается и сестра Олеся. Девочке 5 лет. За полгода реабилитации значительно улучшилась мелкая моторика. Хорошо. Какая форма? Круг. Молодец. Положительную динамику отмечает и мама. У дочери речь очень сильно толкнулась. Она начала лучше говорить. Сейчас она старается, сама пытается произносить какие-то звуки. Сын тоже, он очень любит занятия, особенно АФК любит с Натальей Сергеевной. Кроме того, специалисты оказывают поддержку и родителям, не только с помощью консультаций. Это оборудование у нас для растяжения позвоночника и расслабления. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Хорошо. Проект «Шаг в космос» стал победителем конкурса фонда президентских грантов в июне прошлого года. Реабилитацию с использованием космических технологий прошли более сотни особенных детей. У них улучшилась не только физическая форма, но и психоэмоциональное состояние. Перед тем, как начинать курс, у нас ребенок проходит диагностику. И в конце, когда он уже прошел курс, это 14 дней, один курс идет, мы тоже смотрим, как эффективность этого курса. Второй этап проекта «Шаг в космос» стартует в феврале. Сейчас в благотворительном фонде адресной помощи любой желающий может получить бесплатную консультацию специалистов. Анна Лукинец, Сергей Гаврилов, 12 канал. Омск может быть старше почти на 100 лет. Об этом свидетельствуют находки, обнаруженные в Усть-Ями. Археологи нашли остатки укрепления 1628 года, тогда как Омская крепость была заложена в 1716. Таким образом, в ходе раскопок в Усть-Ями исследователи зафиксировали культурный слой первой половины 17 века. Он датируется монетами царя Михаила Федоровича, предметами аналогичными, найденным при раскопках тары, и привезенными местными жителями в этот лагерь. Большой удачей стало и обнаружение укреплений лагеря в виде частокола, который неоднократно обновлялся. А это значит, функционировал долгое время. Как отметил омский археолог Сергей Татауров, с основания в 1594 году тара играла большую роль в снабжении партышу русских городов с солью Сеймышевских озер. Ученый считает, что лагерь для отдыха команд и ремонта судов был поставлен в Усть-Ями еще в конце 16 века. Тренировка перед большим праздником в преддверии Дня города. Творческие коллективы продолжают радовать и мячей ежедневными выступлениями. Они проходят в рамках проекта «От окраин к центру». Это очереда концертов от лучших вокалистов и танцоров. Главная изюминка – отсутствие сцены. Артисты дают концерты в местных скверах и парках. Такие уже прошли на территории Кировского и Советского округов. Увидеть почти домашнее шоу можно и сегодня в 17.30 по адресу 4 Челюскинцев, Сад Сибирь. И о спорте. «Авангард» потерял из-за травмы своего лидера Владимира Ткачева на несколько месяцев. Но активно ищет и, похоже, нашел ему замену. Нападающий Станислав Галеев, игравший в прошлом сезоне за «Акбарс», близок к переходу в «Омский клуб». Факт перехода уже подтвердил агент игрока Шуми Бабаев. Впрочем, главного подтверждения этого трансфера от «Авангарда» пока нет. Известно Галееву 32 года. Он левый крайний нападающий. В прошлом сезоне Станислав сыграл в 66 матчах, в которых забросил 7 шайб и отдал 16 голевых передач. На прошедшем в Сочи международном турнире по карате омские бойцы завоевали полный комплект медалей. Золото, серебро и бронзу наши велосипедисты поднимались на пьедестал соревнований в Пензии и Саранске. А волейболистки-амички узнали своих соперниц по предварительному этапу Кубка России. Подробности в традиционном спортивном обзоре от Алексея Дарьева. Амурские тигрицы из Хабаров. Подмосковная Заречья Одинцова, а также Сахалин и местная Уралочка. В основном этапе плей-офф участвуют 12 команд. Это клубы, занявшие первые 8 мест по итогу чемпионата России этого года и победители четырех групп предварительного этапа Кубка страны. Омские велосипедисты вновь показали высокие результаты на всероссийском уровне. Вероника Шайкина выиграла две медали высшего достоинства на первенстве России по велоспорту на треке в Пензе. Она поднималась на верхнюю ступеньку перестала подсчета по итогам гонки с выбыванием и гита с места на 500 метров. Евгений Клещенко завоевал бронзу чемпионат России по велоспорту БМХ в Саранске. Он стал призером в гонке на время среди мужчин. Также наши Евгений Комаров и Евгений Клещенко завоевали серебро и бронзу соответственно в гонке классик. В командной гонке на время Омская область стала бронзовым призером. В Сочи на федеральной территории Сириус прошли международные соревнования по карате Russia Open. На татаме дворца спорта Академия единоборств. В рамках состязаний выходили более 800 юных бойцов в возрасте от 8 до 18 лет из 10 государств Европы, Азии и Африки, а также из 46 регионов России. Амич Семен Грачев из спортивного клуба «Триумф» завоевал на этом представительном турнире две медали – золото и серебро. Еще один наш земляк Александр Вышвыркин, представлявший школу карате «Черный пояс», стал бронзовым призером в категории «Кадет Ката Мэйл». Алексей Дарьев, «12 канал». Далее прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру, также Вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Если радио, то максимум 105FM в Омске. Сквозь дожди и грозы, даже погода не смогла испортить летний кубок Макси-Квеста от заката до рассвета. Состоялся масштабный проект от радио «Максимум Омск». Более 40 команд стартовали в этот раз от музея искусства Омска практически всю ночь. Экипажи решали задания, разбросанные по городу. Новый Макси-Квест, говорят участники, был сложнее, но интереснее. Отправилась на поиски приключений моя коллега Ксения Пашкова. Город засыпает, просыпается Макси-Квест. С новым стартом, новое место этим летом в самом сердце города – музей искусства Омска. Собрались около 40 команд. Наступает ночь, а значит, совсем скоро все они получат свои конверты с заданиями и отправятся на поиск ответов по ночному Омску, пока не наступит рассвет. Люди в нетерпении, предстартовый инструктаж. Раздача конвертов и народ спешит в путь. Ближайшая площадка от госавтоинспекции. У-ху! У-ху! Уже по традиции теория. Вы сидите до победного. Затем закрепляем практикой. Придется продемонстрировать мастерство парковки. Уже не получится. А как садиться за руль, если плохо видишь? И зрение проверили, и на вопросы ответили, и шифр нашли. Так и выполнили задания на площадке сети оптики «Видеаль». Ну, это на всякий случай. Ночь в самом разгаре, но людям не до сна, особенно в фармакопейке. Фармакопейка, фармакопейка. Необходимо отыскать и код. Прям вот горячо, горячо, прям горячо. Такая мозговая активность любого заставит проголодаться. Хорошо, что квест получился и сытным. На площадке генерального партнера проекта фабрики Конорева экипажи встречались со вкуснейшим ужином. Задача участников – отгадать начинку. Свекла? Есть еще, ешь. Не капуста? Капуста. Давайте на креечку. Вкусная загадка ждала команды и в ДОДО. Ответ на вопрос стоился на коробке с ароматной пиццей, которую готовили специально для участников. Да потому что я ем. Пицца вкусная. Заправили себя, пора подумать и об автомобиле. Бессменный топливный партнер проекта сети «Зе Стоплайн» тоже зашифровал код на своей площадке. Как всегда, помогает справиться с заданием фирменный крокодил. Ура! Всего хорошего вам пути и до свидания. В этот раз пришлось за шифрами и погоняться. Один из них был прямо на медиакубе, который курсировал по главным улицам города. Его Максиквесту предоставил депутат Омского горсовета Юрий Арчибасов. Но не пугает участников ни сложной задачи, ни дождь и даже гроза. Конечно, когда мечи с таким позитивом и драйвом подошли к решению задачи, невольно захочешь к ним присоединиться. А дальше, как в стихах, ночь, улица, фонарь, аптека, аптека уже была. Пока сосредоточимся на фонаре и конкретно на вот этом. Ведь именно здесь кроется ответ на одну из наших загадок. Слово, которое является частью одной фразы, максимум. Одно есть, осталось еще четыре. И вот близится долгожданный финал. Кубок и багажник подарков ждут своих победителей, а экипажи сдают путевые листы. Скажите, фамилию капитана. Последние подсчеты и объявляют призовые места. Победители команды стейки собрали полную копилку наград за все время существования проекта. Очень все нравится. В этом году квест намного сложнее. Конечно, это радует. Развиваешься сам, развивается проект. Мы думаем, что все в перспективе у них тоже будет прекрасно. И желаем процветания всей команде максимум. Довольные участники – радость для организаторов. Отзыв, отклик тех участников, которые слушают эту музыку и участвуют в наших Макси-квестах, он становится более мощным, более громким, более, наверное, зрелым. И мы, конечно, будем и дальше стараться радовать нашу аудиторию. И с рассветом можно отправляться домой и готовиться к следующему Макси-квесту «Уже снежному». Ксения Пашкова, Матвей Олемский, 12 канал. И о погоде. Завтра, 31 июля, в Омске переменная облачность ночью плюс 14, плюс 16, днем 23-25 градусов выше нуля. В районах переменная облачность, возможные осадки ночью плюс 13, плюс 15. Дневная температура 20-22 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. До встречи в эфире 12 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин